Всем привет, друзья! С вами Дима OnePoint, и я заметил, что, увы, предыдущую серию по Need for Speed The Run на ПК восприняли очень хорошо, и вам очень понравилось, что я проходил серию состязаний. Итак, ребята, как я и говорил, в предыдущий раз я проходил это всё дело на пиратке, и здесь не было таких вот классных плюх в виде того, что вот, как видите, награда автолог. То есть, да, наконец-то в нормальной лицензионной Origin-версии Need for Speed The Run, несмотря на то, что игра вышла в 2011 году, до сих пор работает автолог, и можно реально покататься в мультиплеере, и можно выполнить различные всякие вот награды автолог. В данном случае, если я побеждаю в двух рекомендациях автолог, то получаю вот этот вот прекрасный старенький Nissan Skyline 2000 GTR. Он прекрасен, он чудесен, и сегодня мы постараемся это сделать. Итак, я прошёл уже целых две серии состязаний, это ограниченного издания, потому что у меня как раз Limited Edition, ну, мы его проходили ещё на той серии, но я решил пройти его уже в лицензионной игре. И также гонку по бережью я прошёл, потому что это, ну, самая первая серия состязаний, она самая изёвая, как видите, я тут даже на платину прошёл целых три состязания, при этом это всё проходилось с первого раза, то есть я состязания не перепроходил. Итак, сегодня мы будем гонять в серию состязаний Национальный парк, и я буду надеяться, что тоже, может быть, мы хотя бы на платину чего-то пройдём. Итак, если мы получим хотя бы бронзу во всех этих заездах Национального парка, то мы откроем Nissan Skyline GTR R32, ребята. Поэтому, блин, я думаю, нужно обязательно пройти, и потом покатаемся на этом же GTR. Итак, чё бы такое взять для этих состязаний, мне хочется, чтобы машина валила, и при этом управление у неё было попроще. Смотрите, кстати, сколько тачек закрыты, и вот, кстати, вот эта Nissan Skyline GTR, которая у нас откроется. Как мне уже хочется, чтобы она быстрее у меня в руках была. Итак, Toyota Supra, она 264 валит, максимальная скорость у неё, 5,5 разгон, все дела, но управление непросто. Честно говоря, мне не хочется, чтобы было управление непросто. Сколько она там, 264 валит? Блин, ну максималка у неё, конечно, хорошая, но вот у нас есть зато бэшечка. Бэшечка, вот эта M1, и она у нас валит практически столько же, и при этом управление у неё нормально. Отлично, это хорошо. Итак, давайте посмотрим, какой у неё тюнинг присутствует. Вот такой вот лёгенький обвес, потом набор стиль 2, она уже чуть подзанизилась, и обвес такой чуть пошире стал. И вот этот вот набор для аэродинамики, и воу, нихрена себе. Вот это уже неплохо. Прям аж в сердце вступила, когда я её увидел. Ну так, ну конечно же, мы её делаем тёмно-серой, бандитской. И поехали в первое состязание. Люди с гор. Так, дорога перекрыта, машин нет, вдавите педаль в пол и выиграйте эту гонку. Значит, у нас просто обычная гонка, которую нужно выиграть на вот этом BMW M1. Окей, хорошо, M-очка должна валить неплохенькая. Поэтому мы должны выиграть эту гонку довольно просто. Причём управление нормальное, это самое главное. Это самое главное, чтобы управление было нормальное. Итак, придите первым. Кстати, вот она супрочка, которая, блин, выглядит хорошо, но управление у неё меня не очень радует. Поэтому сейчас мы едем именно на M-очке. О, панике. Так, а чё игра подвисает, а? Какого фига игра подвисает? Чё-то комп задумывается. Так, ну ладно, всё вроде бы хорошо. Надо бы с помощью... Блин. Так, тихо. Хочу воздушный пакет поймать, это VX7. Ну давай, 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 давай. Воздушный пакет ловись! Нет! Чёрт! Вот на поворотах воздушный пакет в заран лучше не ловить. Да вообще в любой игре лучше воздушный пакет не ловить во время поворота. Значит, не очень хорошо всё закончится. Так, мне не нравится. Обычно, когда я проезжаю в первую контрольную точку, я уже на первой позиции. Здесь же я пока ещё не на первой позиции. Но меня радует то, что пока что в этой гонке нет трафика. А если нет трафика, значит логично, что мы можем приехать первыми. Потому что я просто не словлю никого в лобоуху. И это меня будет крайне радовать. Ой, тут можно даже было не тормозить. Чё это я протупил? Ребята, сразу хочется сказать то, что... Блин. В общем, вполне возможно, что мы и не на платину сейчас приедем. Потому что, чтобы приехать на платину, может оказаться так, что придётся брать тачку более быструю. Потому что, как вы видели, машины ещё не все открытые. И возможно, что... Возможно, что мы приедем просто на золото. Хотя вот я тут немножко решил вот так вот посрезать. У нас уже обгон. Единственный баг, вот я не знаю, то ли у меня с видюшкой не так, то ли что-то ещё. Видите, пыль идёт не по покрытию. Она как будто её ветром сдувает вверх. И это косячно как-то. И причём это не только у пыли. Это у всех эффектов. То есть, даже если я врезаюсь в какой-нибудь автомобиль, то искры, они улетают вверх. А они разлетаются, как в нормальных версиях. Там, типа по... Ну, вы поняли. По поверхности какой-нибудь. Там, про асфальт и так далее. В общем, это немножко напрягает, но в целом с этим жить можно. Ничего страшного. Так, мы проехали ещё одну контрольную точку. И... И, блин, мы... Мы на платину не приедем! Мы на платину не приедем! Ну, хотя бы приедем на золото! Есть! Отлично! Мы приехали на золото! Но меня, честно говоря, напрягает то, что тут сейчас играла музыка. А мне это не очень нравится. И нужно было бы её сейчас отключить. Субтитры сделал DimaTorzok И так, люди с гор. Естественно, мы прошли это на золото. И следующее у нас состязание. Это кочки двух хаба. И здесь у нас тоже спринт. И вы не поверите. Тоже нужно прийти первым финишем. Но здесь у нас такие нужны для этой гонки полноприводные автомобили. Поэтому нам всего предлагают Mitsubishi Lancer Evolution. Вот этот Skyline GTR, который мы ещё не выиграли. И Subaru Impreza VX STI. Всё, как вы видите, с помощью рекомендации AutoLock. То есть, вот самое главное отличие. Если вы играли только на пиратке, вы теряете вот самый такой состязательный момент этой игры. То есть, у вас открыты все автомобили в состязаниях. Даже если вы не прошли карьеру. Но на самом деле машины закрыты. И только тогда, когда вы проходите состязание или карьеру, по мере прохождения они начинают открываться. В этом самая главная суть. Именно поэтому я положил болт на прохождение пиратки. Раскошерился и купил себе уже, как вы поняли, лицензию. На которой мы сейчас и играем. Итак, вот такой вот есть довольно приятный обвес на Lancer. Мне это нравится. Так, потом вот такой вот уже чуть-чуть более лютый. И вот, честно говоря, вот этот пока что мне нравится больше всего. Но какой последний? Последний должен быть вообще чума. Да, ребят, последний обвес вообще шикарен. И мне даже вот в таком цвете все нравится. Все, беру, заверните. Поехали. Итак, кочки до ухабы. Все должно быть изи. Пройти мы должны это тоже на изи. И я надеюсь, что мы даже на платину попробуем проехать. Главное не делать поспешных решений. Типа на манят того, что я там торможу не там, где нужно. Это вот это вот бывает у меня такое, к сожалению. Прямо. Ну, вы сами знаете, я привык ездить с траекторией. Вот у меня такая плохая привычка. Из-за этого в некоторых гонках у меня, ну, блин, сложности. Даже в аркадных. Из-за того, что где траектория моя. И все. И в поворот я нормально вписаться не могу из-за этого. В общем, ребята. Старайтесь ездить без траектории. Я уже потерян для этого общества. И могу ездить только с ней. Ну, я надеюсь, что вас еще можно спасти. Так, Меган. Ну, спасибо то, что ты мне жопу подставил. Я, конечно, этому очень рад. Слушайте, у нас получается прям кросс-кантри такой заезд. Главное не улететь с трассы никуда. Ну, заезд, вы посмотрите. Реально кросс-кантри какой-то. Мы по бездорожью едем. То есть, я не помню, такое было у нас в карьере или нет. По-моему, в карьере такого даже не было. То есть, это прям эксклюзив этих состязаний, мне кажется. Так, Меган, ты мне вообще не нравишься. Пошел в жопу, пожалуйста. Уговариваю тебя тут. Так, вот еще один лансер. Но лансеры это прям их стихия. Они прям для этого... Так, Меган, ты чего? Слушай, батяня, ты, конечно, охренел. Я тебе скажу. Так, ну все, выехали на асфальт. Вышли. Отлично. Слушай, отстань. Вот, вот так вот. Немножко сделаем из-за шкварчика. Будем понаглее. А то я слишком добрый человек. Слишком милый езжу, мне кажется. Нужно немножко пожестче, так как попихать. Вот как они вот эту жопу свою подставляют мне. Вот, видели, кстати, искры? Я вот сейчас задел его. Искры просто вверх полетели. Что за фигня? Почему? Не знаю. Ну ладно, в общем, гоняем Субару. И почему они все хотят меня бортануть? Я этого не понимаю. Уж чем я им не угодил? Я вроде езжу спокойно. Ну, кого-то там, да, подзадел немножко. Ну, ничего страшного, кстати, трасса получается та же самая. Только здесь, как видите, нам обязательно надо ехать в объезд. Все так задумано. Все так и есть. Кстати, время даже такое же. Это очень странно. Блин, немножко из-за того, что эффекты глючит, и вот эта вот пыль вверх поднимается, а не так, как она должна там подниматься. Это странно. Это странно выглядит. И это, честно говоря, не очень удобно ехать из-за этого всего. Но, тем не менее, я это все воспринимаю как челлендж. Для меня это челлендж, испытание, чтобы все было сложнее. Тем более, это все-таки серия стязаний, так что у нас должно быть все не так легко. Чтобы я потел. Чтобы все было интересно вам смотреть. А то... Так, куда ты уехал? Как вы меня обгоняете? Как? Слушайте, а там уже финиш, да? Там уже финиш. Как они все меня обогнали? У меня тачка просто не едет. Чего? От меня просто все уехали. Так. Я только тут говорил про челлендж. Вот мне и челлендж, чуваки. Вот мне и челлендж. Почему они меня обогнали? Как? Что я делал не так? Я жал на газ до упора. Я, блин, не тормозил в поворотах. Вот это я понимаю. Это, видимо, машина, что ли, не очень проходимая. Я не знаю. Как будто я, блин, на ручники ехал. Что за фигня? Ладно, давайте еще один разок. Сейчас я просто не буду никого пропускать. Хотя я боюсь, если я буду шататься из стороны в сторону, то, как бы, это тоже ничего хорошего не будет. Давай, езжай. Давай, блин. Буду на нитр нажимать теперь постоянно. Минус меган. Хотя он меня догоняет, блин. Слушайте, меган какой-то реально шустрый в этой игре. Хотя это меган РС. Это, конечно, не обычный меган. Но, тем не менее, все равно даже для меган РС он прям вообще перебор по шустрости. Вон, видели, как искры летят? Вообще очень странная вещь. Так, хороший обгон. Но, тем не менее, слушайте, неужели они все с помощью сплитстрима догнали друг друга? Я не верю. То есть, когда вот мы там ехали, там была очень узкая полоска, вот эта гравийная. И все, наверное, с помощью слипстрима, да, друг друга догоняли. Так, тихо, все, пошли нафиг все. Мне пофигу, вы там друг друга, это, там, обсасываете воздушными пакетами. Но, блин, я не хочу, чтобы вы ко мне присасывались. Поэтому сейчас будем максимально от них уезжать, чтобы они меня не догоняли. Хотя вы посмотрите! Вы только посмотрите, как они догоняют! Что за фигня? Это, блин, это боговное, что ли, состязание какое-то? Я еду максимально четко сейчас. Просто максимально. Нигде не торможу. Что такое? Почему они догоняют? Откуда у них столько нитро? Что за фигня? Что за фигня, ребята? Смотрите, опять нагоняют, опять нагоняют тут. Как будто это заскриптованная какая-то фигня. Что такое? Неужели меня от этого состязания будет бомбить? Мне нужно хотя бы на бронзу проехать, чтобы выиграть GTR. Я его очень хочу. Почему машина так сильно снижает ход? Ребят, машина очень сильно ход снижает. Что за фигня? Может тут баг какой-то? Я не знаю. Машина едет 155. Меня просто все догоняют сейчас. При этом я жму на газ просто до упора. Я не сбавляю и ничего не отпускаю газ. Все окей. Давай, 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 давай. Слушайте, прям в жопу дышат. Все, нагоняют, нагоняют. Стараюсь не пропускать. Смотрите, что делается. Охренеть. Просто охренеть. Черт, меня просто повело и все. И опять этот Субару обогнал меня. Блин, надо бы присосаться к его слепстриму. Но уже не получится. Меня сзади догоняют. Что такое? Не пропускаем. Не пропускаем, не пропускаем. Хотя бы на золотую медаль. Хотя бы на втором месте. Блин, нет. Тут нужно все равно приехать первым. Я расстроен. Что это за фигня такая? Как он так уезжает? Я этого не понимаю. Я просто еду сейчас изо всех сил. Машина просто резко теряет скорость именно на том участке. Мне это вообще не нравится. Что это за фигня такая? Это что-то нечестно как-то. Неужели баг, а? Вот если баг, то это, конечно, да. Это будет печально. Ой, ну давайте еще разок. Ну я прям чувствую, я на нее сейчас скоро плюну на эту гонку. И не буду ее дальше проходить. Потому что такое ощущение, как будто здесь какой-то баг. Да. Ладно, есть другая история. Попробовать можно не выбиваться в лидеры. А ехать за счет слепстримов. Вот тут вот по гравию. Надеюсь, это будет правильное решение. Да хватит пихаться, задолбали, а. Какие же бесячие боты тут. Это вообще. Это даже похуже, чем на непобедимом Форзе. Они тут реально ублюдки. Минус один. Так. Слушайте, а я Субару, да, спихнул? Если я спихнул Субару, это хорошо. Минус один. Будет грязный обгон. Мы только грязные обгоны будем практиковать уже в этой гонке. Потому что мне это просто надоело. Проигрывать так, непонятно из-за чего. Это полная хрень какая-то. Что за фигня? Это уже просто бомбит от этого. Так, присасываемся, присасываемся к слепстриму. И летим, 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 летим. Так, ну, надеюсь, машина. Ты сейчас хотя бы вот на этом участке уедешь от них. Они, блин, догоняют. То есть, прикиньте, я еду на максималку просто свою, и они догоняют. Они просто догоняют. Я уже и в поворотах нитро подбавляю. И все как нужно. Я сейчас ехал просто на нитро. Они даже нет. Я не отрывался от них. Они меня догоняли постоянно. Это что-то баг. Слушайте, я в последнее время в играх начал баги ловить. Чего за карма такая? Смотрите, опять догоняют за секунду. Что за фигня? То есть, к сплитстриму он точно моему не присасывается. Потому что я слишком далеко от него был, чтобы это все работало. Машина реально проседает в скорости. Я не знаю, что делать. Я их стараюсь распихивать, но... Я чувствую, меня сейчас опять обгонят, и я опять просрую эту гонку. А если я просрую эту гонку, значит, все. Мы не пройдем дальше. Это будет крайне хреново. Топим. Да блин, я уже не знаю, что делать. Они все равно догоняют. Они прям толпой. Знаете, я как будто пробку сзади себя собираю. Отстаньте. Видите? Видите, что там происходит? Я не знаю, что сейчас делать. Я не знаю, как их не пропускать. Давай. Давай, давай. Давай, можно сейчас. Есть. Пройдено. Фу, блин. Просто капец. Вот это было тяжко, ребят. Вот это было тяжко. Я не знаю, почему этот ланцеп... Это полный привод. Почему ты, сволочь, так теряешь сцепление на гравийных участках? Просто жесть какая-то. Это... Блин. Я не знаю. Я не знаю, что здесь происходит. Реально не понимаю, что за фигня. Как такое вообще возможно? Вот окей, у нас открыто состязание Форд. Поехали в него. Посмотрим, чего там будет. Я уже начинаю терять в себе эту былую уверенность, которая у меня была, когда я только начал проходить эту серию состязаний. Ужас какой-то. Ужас! Почему так сложно? Бред вообще. Причем, знаете, самое забавное, что вы видели, я по времени укладываю золото. То есть, по идее, если ты укладываешься как бы в золото, а что у нас тут нужно получить бронзу состязания, а не сбить из пути саммите времени ждется? Ага, так понятно. Мы тут должны на любой машине порт доехать. Так, 262. Слушайте, а что мы паримся? Давайте тогда на фокусе поедем. Так, короче, блин. Меня это все напрягает. Я теряю мысли. Вот такой у нас обвес есть. А это какой? Ну, это практически такой же. Блин, вот этот, конечно, прикольненький. Только, конечно, фендеры слишком широкие. Вот этот вылезет как-то по-спортивному хотя бы. Мне это больше нравится. Только черный что-то не очень смотрится. Давайте синенький возьмем. Да. Синенький получше. Сейчас у нас гонка на время. Соперников, насколько я понимаю, не будет. И в этот раз будет хорошо. В общем, я не договорил. Когда ты едешь на золото в состязаниях, то обычно тебя как бы соперники не догоняют. Мол, ты реально быстрый чувак, и ты едешь на золото. Но здесь, как вы видели, они мне прям в задний бампер дышали, и это на золото. То есть это реально какой-то баг был. Я по-другому это сказать не могу. Потому что, во-первых, это самые первые состязания, чтобы такая сложность была слишком уж большая. И к тому же, ну вы сами понимаете, сами боты там практически на плате, но они ехать не могут здесь никак. То есть очень странно. Очень-при-очень странно. Вот. Опять вы видите, как от дождя вот эти брызги улетают просто в другую сторону. Непонятно, что с эффектами. Ребята, у кого такая же фигня была с эффектами, обязательно пишите, как это решается. Потому что играть, конечно, немного некомфортно. Когда ты едешь, а у тебя пыль просто куда-то вверх летит и закрывает весь экран. Вот как сейчас. Что это за фигня такая? Воу. Блин, все-таки задел, а. Все-таки задел. Так, это не очень хорошо. Но, тем не менее, топим. Я не знаю, какой там вариант был объезда вообще вот этих домов на колесах. Потому что они прям с двух сторон ехали. По вот внешке вот здесь вот. Объезжать слишком стрёмно, потому что там был этот... Можно вылететь. То есть тут же есть преграды, которые можно сбить и улететь. Вот. Как вот там вот. Это все не очень круто. Но меня как будто вынуждает прям в машины въезжать. Черт. Так. Все, надо собраться. Димон, соберись. Все будет хорошо. Это же, блин, легкие челленджи. Что со мной не так сегодня? Точнее, что с этой игрой не так? Со мной это все так сегодня. Так. А вот это вот что за недостаточная поворачиваемость у Форда РС? Так. Давай. Езжай нормально. Не это... Не кипишуй мне тут. Все ништяк. Ну... Ой, трафик, блин. Прямо в него влетел. Черт. Не успел как-то я повернуть. Не успел среагировать. Просто секунда паники и все. И я просрал время. И надеюсь, мы приедем на гребанное золото. Вот здесь можно срезать дорожечку. Мы ее и срежем. Хотя, если мы приедем на серебро, это тоже неплохо. Но что такое? Машина. Я же газ сбрасываю. Почему ты не поворачиваешь? Нет. Мы не приедем на золото. Черт. Хотя бы на серебро. Топи. Топи. Топи, сволочь. Топи. 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 Есть. Ладно. На серебро хотя бы приехали. Но у меня там была фатальная ошибка. Я прям в этот джип влетел. Поэтому. Вот как-то так. Ну, вообще, можно переиграть и хоть на платину приехать. Но делать я этого, конечно же, не буду. Мы и так потеряли уже просто тонну времени на том, что я перепроходил эту гребанную гонку с лансером. Так, превосходно. Да, я понял. Я понял. Понял. Спасибо, что награждаете меня. Все это круто. Гонка в Тайога. Я уже, блин, я боюсь нахрен этих гонок. Меня это уже все напрягает. Так. На низком уровне сложности у вас будет максимальное количество повторов. Окей. Окей. Я понял. Я понял. Это все для карьеры подходит. Лучше бы вы давали советы к состязаниям. Что вот это вот за фигня была с лансером? А, игра ответь мне. Почему? Я ехал нормально, но все было плохо. Кстати, вот. Вот. Как я и говорил. Если вы проходите на серебро, то типа у вас потом появляется пиктограммка, типа рекомендация автолог, завоевать золото. И если я это потом пройду на золото, то у меня там новая машинка откроется. Так. Гонка в Тайога. Что нам тут предлагают взять? Либо SRT, либо Mustang. А что все так плохо? Очень сложно. Не хочу ехать на тачках. Очень сложно. Окей. Ладно. Поехали. Так. Обвесики. Что у нас тут с обвесом? Такое. Такое. И вот такое. Ой, слушайте, а это прям под Хэйми сделано. Прикольно. Давайте. Поехали. Так. И, конечно, синий цвет. Куда без этого. Так. Ну, ладно. С ним, конечно, у него непростое управление. Ну, непростое оно не в том, что там как-то сложно им управлять. А тупо какая-то недостаточная поворачиваемость. То есть тут физика довольно деревянная. Поведение автомобилей. Поэтому, кстати, я больше всего люблю ход Persuid. Потому что там хоть какая-то физика приятненькая. А здесь же, ну, такое себе все это дело. Ладно, поехали. Окей. Может быть, что-то будет хорошее? Да, нет. Я... Я... Я нет. Нет. Все нет. Все не так. Хорошего ничего быть не может. Особенно вот эти повороты. Я их ненавижу. Я их не умею правильно проходить. И я думаю, мало кто умеет их проходить правильно. Тихо, тихо, тихо. Я их, короче, все время на ручнике долбачу. Но я, конечно, понимаю, что этого делать не нужно. Нужно как-то по-другому все это проходить. Но на тормоз здесь слишком медленно выходит. То есть тут оттормозиться вообще нереально. Вон, видите. И у меня тут проходят просто аж седьмые боты на седьмом месте. Да что ж ты тормозишь? Ты ж ты... Так. Ай, блин, срезка. Я просрал срезку. Черт. Слушайте, а что такие челленджи-то стали реально серьезные? Почему он нормально тормозит? Практически не тормозит перед этим поворотом и объезжает меня. Как? Ребята, что за фигня? Пошел в жопу отсюда. Блин, вот игра, от которой просто бомбить можно спокойно. Как на этой гребаной тачке, которая в поворот-то войти не может проходить такие повороты. Это, блин... Да ну тебя. Охренеть. Давайте вот так вот резко вообще повернем по красоте. Но она останавливается. Да что за фигня? Да давай, езжай, ты... Блин, я тебе даже не знаю, как назвать гребаный челленджер. Едь. Короче, все, я понял. Эту гонку мы вообще не проедем, да? Так, ну ладно, давайте по его тактике. Тормозим. А ее все равно разворачивай. Так какая разница, я не пойму. Она все равно в дрифт уходит. Фигня какая-то вообще. Тихо. Тихо, да, гуляй. Шестая позиция. Блин, а охренеть. Как тут вообще приехать на нормальное время? Ну на время-то мы приедем, а вот обгоним ли мы всех? Вот это вот, конечно, загадочка. Хоть бы, блин, в трафик врезались, чтобы мне поболее изи было, а? Чуваки. Да что такое, а? Тормоза, конечно, я понял, что у этой машины просто не работают. Я еще в те разы понял, что машины без тормозов. Абсолютно без них. О, искры летят. Да что вы делаете, твари? Блин. Машина не поворачивает. Блин, мне уже, мне самому надоело это говорить, но машина реально не поворачивает. Да что такое? Как они так... Как они в повороты так входят, если тачка не поворачивает? Гребаные боты, я их ненавижу. Дичь какая-то полная. Куда ехать тут? Вот сюда можно? Да, вот сюда поедем. Все, мы даже на золото не приедем. Я тут слишком... Да... Оооо, как же бомбит-то, ё-моё. Я понял, конечно, как тут на первую позицию приехать, но мы сейчас даже на серебряную медаль не приедем. Потому что я... Да ладно, блин, на бронзу хотя бы приехать уже пофигу. Мне насрать, эти гонки слишком... Блин, я не знаю, у меня бомбит вообще. Блин, каким плат нафиг хочется разбить? Просто жесть. Гребаный ты челленджер, почему ты не управляешься? Зачем вообще разработчики сделали настолько дерьмовую тачку? Настолько, блин, говно? Это просто вынос мозга вообще. Просто охренеть. Охренеть. Как на ней поворачивать? По какой траектории там проходить? Фиг знает. Просто... Мне нечего сказать. Ладно, остается последняя гонка, чуваки. И... У меня горит. Реально, стул подо мной уже... Плыхает хорошо. Если сейчас будет все плохо, я... Блин, я не знаю, что делать. Я реально уже взорвусь. Так, хорошо, хорошо. Челленджер дерьмо, мы поняли. Я к нему не смог еще прикататься. Так, король дороги. Гонка с соперником. Передите соперника на финише. Класс машины Маклардан МП4-12С. Так, ладно, хорошо. Она хотя бы нормально управляется. Давайте посмотрим, что у нее по обвесам. Так, просто занижена ее с другими катками. Че? И вот такая. С таким прям гоночным реально обвесом. Это круто смотрится. Ну и давайте на удачу поставлю салатовый цвет, чтобы было под оформление канала. И надеюсь, этот салатовый цвет нам принесет удачу. Ребят, в общем, история такая. Вот реально. Я тогда после того, как купил вот эту вот версию лицензионную, я решил проверить мультиплеер. Да, он оказался рабочий. И я там практически каждую гонку выигрывал. Может быть, это, конечно, была удача простая. И мне повезло. Но в целом я ехал реально очень хорошо. И, блин, ну как бы все было окей. Здесь же чего-то реально дичь какая-то полная. Ой-ой-ой-ой. Там надо было на срезочку поехать. Тормози, тормози, тормози. Блин, вот это я всрал. Вот это я всрал. Я вечно забываю то, что тут надо срезками пользоваться. Привык я кататься постоянно по дорогам. Нет, мне не нравится эта дорога. Все, перезапускаем. Я не хочу. Я уже боюсь, что я всру из-за того, что я не поехал в эту гребаную срезку. Все, хорошо. Так, заново. Собрались. Собрались. Все окей. Поймали. Поймали спокойствие. Все должно быть хорошо. Ну, блин, это жесть какая-то вообще. Реально жесть. Не знаю, что сказать. Просто капец какой-то. Так, все. Давай, Макларен. Ты тачка хорошая, управляемая. Да почему ты жопу прям вначале подставляешь? Нахрен, иди. Где тут? Где тут? Вот сюда хочу. Отлично. Все, супер. Теперь у нас пыль на весь экран. Зато мы прям сразу хорошенечко оторвемся от них. И вот так вот это все делается. Есть! Вот это вот шикарно. Только вот это вот мне не очень понравилось. Да. Вот тут я, конечно, в поворот вошел не так, как надо. Сильно скорость сбавился. Сильно. Очень сильно. Ну, ладно. Тут зато прямая. Может быть, оторвемся? Если это опять не читерские боты, которые просто телепортируются к тебе. Что вполне вообще может быть. Слушайте, управление написано нормально, но тачку заносит. Обычно, когда пишут нормально, заносов никаких не должно быть. Так, валим. Неужели это все будет так изи? Я что-то не верю. Вот если будет последняя гонка такая изиовая, это, конечно, странно. Подтормаживаем. Слушайте, нагнали! И даже обогнали! Охренеть! Ну, я как и сказал, боты тут, они со скриптами. Если вы слишком далеко от них уезжаете, они просто приезжают к вам. Просто приезжают. И от них никуда не деться. Хоть как вы будете ехать, насколько я понимаю. Все так здесь это и работает. Во всех NFS-ах так было. Абсолютно во всех. Даже в NFS-2015, ребята. Если вы слишком далеко уезжаете от ботов, то они потом вас настигают. В любом случае настигают. Настигают любыми способами. То есть, ну, это вот, как вы помните, когда в самом начале, в NFS-2015, вот, когда еще без патчей, все это дело игралось, там Эмми у нее была просто читерская 240-ая, которая, ну, блин, хоть на чем ты едешь, она со скриптами все равно, как бы, ну, либо уезжала от вас, либо быстро догоняла. Это потом уже с патчами, это все пофиксили, и 240-ая не стала супер-быстрым автомобилем, каким была раньше. Потому что это все было, конечно, жестко, очень жестко было. Так, ну чего? Пока что мы едем первые. Платина у нас за 2.42 дается. Я не очень уверен, что у нас это получится, при таком хреновом вхождении в эти, блин, шпильки. Ну, как в них правильно входить, это, конечно, загадка. И да, отлично, конечно, меня должно было почти развернуть уже на финише. И неужели мы тут на... Нет, на платину мы пройдем, не пройдем на платину, хочу на платину. Есть! Фу! Отлично! Мы прошли это на платину. Охренеть! То есть, получается, самая последняя гонка, которая, по идее, должна быть самой сложной, оказалась самой легкой. Ну что, друзья, у меня больше нет никаких слов, кроме как, я думаю, этот видос заслуживает лайка. Я опять здесь довольно сильно потел. Что точно заслуживает вашего одобрения в виде лайка. Итак, мы получили бронзу, мы выиграли этот Nissan GTR R32. Что же, у нас с вами был Дима OnePoint. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписаться на канал. Если вы еще этого, конечно, не сделали. Если вы сделали, то можете, конечно, подписаться и подписаться второй раз. Это будет прикольно, но ни к чему. Ну и на этом у меня все. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok